Друзья, приветствую вас на канале Школы Программирования iSchool. С вами Александр Сенин. Сегодня мы с вами напишем музыкальный плеер для iOS, используя класс AVPlayer. Итак, сразу к делу. Запускаем Xcode, создаем новый Xcode проект, iOS SingleViewApp. Называем его Player. Галочки убираем, соответственно, язык Swift. На рабочем столе я создаю наш плеер. И сразу, видите, я подготовил уже музыкальные файлы, которые мы будем воспроизводить. У меня он прекрасно играет. Вы его навряд ли слышите, потому что я записываю это видео в наушниках. Значит, ну, у вас будет все играть. Итак, что я делаю? Я перетаскиваю этот файл в проект приложения. Обязательно обратите внимание на расположение элементов. Обязательно Copy Item и Create Groups. Добавить эту таргет. Здесь тоже обязательно должна стоять галочка. Есть. Плеер добавили. Далее. Накидаем контролов на наш storyboard. Какие контролы нам нужны? Значит, первый контрол — это label. Здесь мы будем выводить время, текущее время нашей музыкальной композиции. Далее. Нам нужен слайдер. При помощи него мы будем управлять нашим треком. То есть, перетаскиваю влево-вправо, у нас будет автоматическая перемотка с вами происходить. Вот там, где, кстати, label. Давайте я поставлю время. 0,0. И, кстати, растяну его на весь экран. Окей. Нам нужна кнопка, нажимая на которую мы, соответственно, будем воспроизводить наш трек. Текст. Ну, как вы поняли, мы в данном видео отдадим внимание именно программной части нашего приложения. Я особо за дизайн здесь заморачиваться не буду. Далее. Давайте вытащим контролы на наш контроллер. Итак, это у нас слайдер. Когда слайдер мы будем двигать, будет вызываться метод слайдер-экшен. Далее label. И от play тоже вытащим две связи. Первая это outlet. Button play. И вторая это action. Назову ее play action. Есть. Значит, далее. Все. Более нам наш storyboard не нужен. Переходим во view контроля. Теперь что нам нужно? Нам нужно импортировать framework media player. И, соответственно, создать переменную player типа avPlayer. Далее при загрузке нашего view контроллера мы ее инициализируем. Каким образом? Player равно avPlayer. Инициализируем, используя url. Итак, url. файл url. with pass. И нам нужно прописать путь к нашему файлу music.mp3. Как мы это делаем? Очень просто. Обращаемся к бандлу. Наш основной бандл. И, соответственно, вызываем метод passForResource. Ну, ресурс. Это наш файл music тип mp3. Я уверен, что такой файл у меня есть. Я его разворачиваю принудительно. Есть. Мы инициализировали player. Значит, теперь. Если я просто хочу начать играть музыку, я, соответственно, вызываю у плеера при нажатии на нашу кнопку метод play. Давайте протестим, как это работает. Так, запускаем. Заводится наш симулятор. Пока он запускается, кстати, хочу сказать, что ссылка на полноценные курсы по iOS и macOS разработке под этим видео. Там, причем, скидки на них по этим ссылкам 80-90%. Итак, я нажимаю play. Все. У меня играет музыка. Я опять нажимаю play. Ничего не происходит. Значит, теперь. Нам нужно научить наш плеер, соответственно, ставить композицию на паузу. Значит, здесь есть метод у плеера timeControlStatus. Значит, соответственно, если... Давайте перейдем на эту переменную. avPlayer timeControlStatus. Так, он мне открыл это дело в Objective-C. Мне так не надо. Надо посмотреть. Да, avPlayer timeControlStatus. У нас может быть на паузе, может быть воспроизведено, может быть готов играть. Значит, ну вот мы два вот эти состояния с вами и проверим. Третье не может находиться. Итак. Точнее, мы даже более того, мы одно с вами состояние проверим. Если плеер у нас играет, тогда мы его ставим на паузу. В противном случае мы его запускаем. Итак, здесь бы еще хорошо, кстати, это вам домашнее задание, поменять название кнопки play. То есть, как только мы нажали на play, чтобы проверить состояние плеера и поменять, соответственно, на паузу или на play. Но это вы самостоятельно сделаете. Значит, далее давайте. У плеера, вот если мы сейчас в классе vPlayer перейдем, у него есть интересный метод. Называется, называется, сейчас я его найду вам и покажу описание. Для того, чтобы этот метод используется для того, чтобы отслеживать воспроизведение. То есть, наподобие таймера метод, который каждый раз нам будет вызываться спустя определенное время воспроизведения нашей композиции. Итак, сейчас. Вот этот метод. Add periodic time observer. То есть, forTimeInterval. То есть, мы здесь укажем блок кода, который будет вызываться с определенной частотой, опять, которую мы зададим. Давайте его вызовем. Player. Add periodic time observer. Значит, указываем время. Я хочу показывать его с частотой 1 секунда. TimeScale можно указать 1000. В какой очереди выполнять данный код. Мы говорим выполняй, пожалуйста, в основной. Поскольку мы будем менять элементы интерфейса здесь. Ну и что мы с вами будем показывать? Будем показывать в элемент label. Мы будем выводить соответственно наше время. time. И у него значение seconds. То есть, сколько секунд у нас прошло. И у нас еще есть слайдер. Во-первых, нам этот слайдер нужно настроить. То есть, нужно узнать, сколько длится данная композиция, которая у нас сейчас загружена в player. Player. Значит, как к этому делу обратиться? Player. Current. Time. Assets. 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 Извиняюсь. Так, все правильно. Да, Aviaset. И обращаемся к объекту. Aviaset. У него есть объект Duration. Вот он. Так, распродолжительность. Соответственно, что мы делаем? Мы нашему слайдеру слайдер maximum value ставим вот это значение. Да, у нас только единственное, что нужно преобразовать его к типу float. То есть, нужно обратиться, взять seconds и сказать, что это у нас forward. Вот так. Так, опять только нюанс. Здесь у нас может быть nil, но вообще по уму это все, конечно, проверить нужно на nil. Это я вам тоже оставляю на откуп. Я говорю, что если здесь будет nil, то максимальное значение будет nil, и слайдер у нас вообще неактивным будет. Есть. Максимальное значение мы установили, минимальное будет и так у нас по умолчанию, и соответственно каждый раз, когда у нас будет меняться время для нашего плеера, нам нужно также и у слайдера менять значение, а именно значение value ставить вот такое значение. Так, он хочет, чтобы здесь был флот. Вот так. Есть. Ну, давайте посмотрим, как это сейчас все у нас отработает. Отлично. Видите, у нас поехал наш слайдер, изменяется время, но, если я сейчас соответственно буду изменять значение слайдера, то ничего не будет происходить. Мне же надо научить приложение реагировать на это, то есть это будет такая некая перемотка, то есть если отматываю вперед, то и композициями нужно, чтобы проматывалось. Так, для этого используем метод слайдер action. Ну, во-первых, у нашего плеера есть такой метод, называется seek to time. Соответственно, на сколько секунд его промотать, мы будем брать и значение slider value. Ну, единственный момент, его нужно преобразовать к типу double. Slider value и timescale. Опять укажем тысячи. Ну и поменять нужно значение в элементе label. Так, только время, 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 время. Мы берем вот отсюда тоже slider value. Давайте запустим, посмотрим, как это у нас все отработает. так, все стоит на нуле. Поехали. Вот, отлично. Вот у меня все работает, все прекрасно мотается, значит, единственное, что звук вы не слышите, но, потому что я в наушниках, но все, оно работает прекрасно. Причем, даже если я ставлю на паузу, отматывают на пятую секунду, запускают, все играет с пятой секунды. Значит, что я вам предлагаю доработать в этом приложении? Ну, во-первых, play, stop, это я уже говорил, во-вторых, звук, то есть, не звук, а время трека. Ну, это, конечно, неудобно, да, то есть, хорошо бы здесь, чтобы было нормальное время стояло, то есть, там, одна минута, там, две секунды, там, 0,1, двоеточие, там, 0,2, вот, а не просто значение в секундах, да еще вот с такой лютой погрешностью. Это первое, над чем можете поработать, и второе, вот вам еще пища для размышлений. Значит, есть метод, который называется AVQ Player, то есть, если вам нужно играть несколько треков, то вы загружаете тогда, соответственно, туда несколько айтемсов через AV Player Item, ну, AV Player Item, это, вы его также инициализируете через URL, и потом между ними можете уже, соответственно, переключаться, да, используя вот этот метод. Окей, друзья, если у вас вопросы, кстати, с этим возникнут, то пишите в комментариях, да и вообще, если вдруг какие-то вопросы или предложения у вас на вас не были, связанные с этим видео, то милости прошу в комментариях, и увидимся на курсах.